Всем привет, с вами Кира Ярмаш и я расскажу вам о самых важных новостях к этому часу. Сегодня ровно месяц с начала мобилизации. Официально известно о гибели 50 призывников, а государство отбирает у матерей деньги, которые само же выделило на похороны. В России запретили писателей и журналистов, а Путин рассказал, как бороться с алкоголизмом. Сегодня прошел ровно месяц с начала мобилизации. Все больше призывников прибывают на фронт и оказываются просто брошены на поле боя, без командований и боеприпасов. Посмотрите обращения, которые записали мобилизованные из Краснодарского края. Никакой информации нету, командования нету. Сидим как на иголках, потому что не знаем, где свои, где чужие. Ни раций, ни патронов, ни хи... нету. Это что? Наше министерство обороны такое классное. Обмундирование все исключительно за счет родителей, родственников купленное. Вот тут вот три человека живут, понимаете, да, чтобы вы понимали. Все уже кашляют. Уже дней попитут. Кстати, мужчина слева, который обращается к так называемому министерству обороны, Краснодарский депутат Антон Кулигин. До того, как его мобилизовали, он слыл настоящим зет-патриотом и активно поддерживал войну. Стоило столкнуться с реальным положением дел в армии, как весь патриотизм улетучился. Интересно, как бы он прокомментировал вчерашний показательный приезд Путина к мобилизованным? Вместе с Шойгу тот храбро расхаживал среди вооруженных призывников, жал им руку и общался. Его сюрприз не услышал от них ни единой жалобы. И теперь мы понимаем, почему к настоящим мобилизованным, с их настоящим мнением о происходящем, он бы быть побоялся. Так что вчера мы с вами посмотрели не более чем показательный спектакль с переодетыми ФСОшниками, как обычно. За месяц с начала мобилизации как минимум 26 призывников погибли на фронте, а 30 погибли, не доезжая до него, на сборных пунктах или в учебных частях. Это подсчитали важные истории. Нет сомнений, что в реальности эти цифры гораздо больше. А самое ужасное, ни война, ни мобилизация не заканчиваются, и число смертей будет только расти. И хоронить погибших родственникам, похоже, придется за свой счет. Челябинские чиновники требуют от матери погибшего мобилизованного вернуть деньги, выделенные ей государством и уже потраченные на похороны сына. Жительницы Коркина хотят забрать 62 тысячи рублей из тех 100, что сами же ей и предоставили. Просто высший уровень цинизма. За этот месяц, по данным кривлевских СМИ, на войну помобилизовали 260 тысяч россиян. Но проверить эту цифру невозможно. Некоторые регионы отчитываются о завершении мобилизации. Однако новости про облавы на улицах и новые повестки приходят практически каждый день. Мобилизация не закончена. Песков сегодня опять так и заявил. Мол, даты завершения мобилизации нет, сколько еще она продлится, неизвестно. Главное правило остается неизменным. Ни в коем случае не ходите в военкомат. Студент-очник из Волгограда этим правилом пренебрег. Он получил повестку и пошел в военкомат, чтобы напомнить про осрочку у студентов. Ну, то есть буквально снул голову в пасть льву, и лев в пасть захлопнул. Прямо оттуда студента забрали в часть, а затем отправили в Херсон, зону самых ожесточенных боев. Ни рапорт командиру этой военной части, ни обращения к военному прокурору не помогли. И родителям оспорить мобилизацию. Задавать вопрос прокурору, кстати, недавно советовал Песков. Что ж, теперь можно оценить его советы в действии. Заключенные, которые отправились на фронт, теперь числятся как переведенные в другое исправительное учреждение. Документ с таким содержанием опубликовал в своем телеграм-канале глава правозащитной организации АГОРа Павел Чиков. Их точное местонахождение теперь государственная тайна, поэтому и отчитываться власти никому не должны. А родственникам узнать о том, что происходит с их родными, практически невозможно. Вот и Симоньян тоже считает, что мобилизация – это наказание. Она рассказала, как в Сочи на войну отправили злостных алименщиков. Их данные взяли у судебных приставов. То есть люди, которые не отдают долг даже своим детям, теперь не просто отдадут долг своим детям, потому что из этих выплат, а там очень приличные выплаты, иммобилизованы боевые выплаты, из них будут учитаться, собственно, те самые элементы. И родине долг отдадут эти люди. Симоньян предложила распространить эту практику на все регионы, видимо, в воспитательных целях. И это несмотря на то, что участие в войне пропагандисты раньше преподносили как героизм. Похоже, они почувствовали, что эта мобилизация никому не нужна, и россияне не спешат отдавать долг родине. В московском доме книги потребовали убрать с видного места книги авторов иноагентов и других оппозиционных писателей. Сотрудникам дали указание не ставить развороты с ними, побыстрее распродать таких и вообще лучше убрать. В их черном списке Шульман, Зыгарь, Акунин, Парфенов, Невзоров, Улицкая и другие. Писатель Борис Акунин заметил, что из афиш спектаклей по его пьесам пропало его авторство. На сайте в графе «Автор» стоит только точка. Сам писатель рассказал, что это сделано по распоряжению Минкульта. Требование убрать его имя с сайта получил художественный руководитель Российского молодежного академического театра, а позже имя Акунина пропало из сайта Александринского театра. Министерство культуры уже отреагировало на это и объяснило все тем, что такой запрос идет от общества, а те, кто в это непростое время покинул страну и отказался от России, теперь должны покинуть и афиши. Сам Акунин грустно пошутил, что впереди, видимо, книжки без имени автора на обложке. Я же по этому поводу хочу сказать, Путин и его дураки-подчиненные так много кричат об отмене русской культуры, но сами они сделали для этого больше, чем кто бы то ни был другой. Они вымарывают имена писателей и музыкантов, которыми Россия должна гордиться. И самое ужасное, делают это не где-то там далеко за рубежом, а внутри нашей страны. У меня плохие новости и для будущих журналистов. Профессия в стране окончательно решили уничтожить, причем теперь уже на этапе обучения студентов. В Ранхиксе решили пересмотреть подход к образованию. Теперь на парах для будущих журналистов будут делать акцент не на профессионализме и объективности, а на умении противостоять русофобии и экстремизму. В распоряжении телеграм-канала можем объяснить, появились документы, в которых описана новая концепция подготовки специалистов. Согласно этим документам, студентов журфака научат определять материалы экстремистского и иного деструктивного характера. И кроме того, будущие журналисты должны будут уметь бороться с деструктивными информационными потоками, например, с русофобией и дискредитацией России и ее армии. Преподаватели будут работать по методикам фонда «Русский мир». Во главе этого фонда – единоросс, депутат Никонов. В попечительском совете входят Лавров и заворуководители администрации президента Дмитрий Козак, а в наблюдательный совет входит эталон российской журналистики Симонян. А преподаватели, не согласных с новыми стандартами обучения, решили наказать. В Москве сдержали школьную учительницу математики Татьяну Червенко за то, что она посмела не проводить пропагандистские разговоры о важном. К счастью, после дачи объяснения ее отпустили, однако в школе ей сделали выговор, и также требуют от нее объяснительную. Я же, наоборот, хочу сказать Татьяне Червенко спасибо за то, что она не побоялась и отказалась участвовать в преступлении. Путин рассказал, что именно может помочь в борьбе с алкоголизмом, и назвал эту проблему в стране решаемой. Он веряет, что с этим должно помочь возможность заняться саморазвитием или чем-то интересным. Я, вообще-то, с ним согласна. Саморазвитие – это прекрасная вещь. Вот только довольно сложно заниматься им в стране, в которой сам же Путин запрещает культуру и творчество. Это были все важные новости к этому часу. Спасибо, что смотрели нас на этой неделе. На следующей новости вам расскажет Анастасия Кадетова. Подпишитесь на наш Патреон. Все ссылки есть в описании. Поставьте лайк этому видео и пишите комментарии. Я их внимательно...